Этим утром обязательно нужно рассказать о том, что близится перепись населения. Предыдущий, кстати, такой процесс был в 2014 году, но вот сейчас это все пройдет массово. Причем, что интересно, охват вся Россия, вся страна, и заниматься этим будут волонтеры на добровольных началах. Кстати, в прошлые годы этим занималось порядка 7-8 тысяч добровольцев, а в этот раз процесс оптимизировали, и будут заниматься этим всего лишь 3 700 человек. Но сказали, что посчитают абсолютно каждого, ни про кого не забудут, это точно. Но, кстати, есть у нас те люди, которые, к сожалению, не имеют не только работы, но и своего жилья. Как сегодня они живут, кто им помогает, и на какие средства, об этом более подробно расскажет Ольга Литвиненко в своем следующем сюжете. У Григория Панинова сегодня на обед рис и котлета. Каждый день мужчина приходит к пунктам помощи малоимущим за обедом. На улице он не живет, но прокормиться на минимальную пенсию – задача не из легких. Если бы не вот эти кормления, то тогда можно ноги притомить. Вот спасают вот здесь, в парк Шевченко, на привозе в подвале. Для того, чтобы получить заветную порцию горячего обеда, нужно отстоять небольшую очередь. Как часто вы здесь базируетесь? Сколько раз в неделю вы выезжаете? Два раза в месяц. Первую, вторую, пятницу в два часа. А что в основном вы готовите? Рис. Сейчас помидоры, а вообще салат из капусты. Потом вот здесь у нас котлеты из гороха. Владимир Черноусов также приходит на улицу Войкова по пятницам. Именно в этот день волонтеры привозят горячую еду. По профессии он строитель. После того, как мужчину сократили, найти новое место не вышло. Он вынужден перебиваться непостоянными заработками. В столовой уходили питаться, консервы брали. Ну, с 2002 года как сократили, вот 17 лет, вообще никому мы не нашли. Вообще никому. Куда они обращались? Пунктов помощи малообеспеченным по городу немало. Оказать содействие здесь готовы как в будний, так и в выходной день. Сегодня к передвижной кухне за горячие порции пришло около 30 человек. Организаторы уверяют, если нуждающихся будет в два раза больше, все равно голодным не останется никто. Волонтерские организации в крымской столице оказывают всевозможную помощь нуждающимся. Их кормят, одевают и оказывают материальную поддержку. Часто в поисках пропитания малоимущие люди выходят на улицы города. Кофта не по размеру, синие круги под глазами, изношенные штаны помогут и нам создать подходящий образ. Сейчас проведем небольшой социальный эксперимент и проверим, сколько симферопольцы и гости города готовы помочь нуждающимся. Мы приехали на бульвар имени Ленина в разгар рабочего дня. Уличное движение здесь оживленное. Студенты, офисные сотрудники, пенсионеры. Все спешат по своим делам. Но среди суматохи неравнодушные все же нашлись. Подайте. Где подайте? За 20 минут, проведенных здесь, ко мне подошло 4 человека. И подали порядка 40 рублей. Оказалось, не все так плохо. Почитав прибыль, можно предположить, что за день получится собрать около 1000 рублей. Не так уж и мало. Часто к такому заработку прибегают недобросовестные граждане. Чтобы помочь малоимущим людям, не обязательно подавать милостыню. В каждой семье найдутся вещи, которые можно подарить нуждающимся. Ольга Литвиненко, Руслан Хохлов. Утро нового дня.